Всем привет, с вами Андрей. Сегодня я снимаю видео на тему, сколько стоит жить в Москве после санкций. Три месяца назад я снимал видео на эту же тему, и у меня получилась минимальная сумма в 35 тысяч рублей для того, чтобы жить в Москве. Теперь давайте пересчитаем все по актуальным ценам и посмотрим, насколько все подорожало. Ну что ж, поехали. Начнем с проезда. Проезд у нас остается без заменений. 46 умножаем на 60, чтобы каждый день можно было туда-сюда ездить, даже в выходные, чтобы там с кем-то видеться. Это получается 2700. Далее. Сразу, чтобы было удобнее считать, можем еще 3000 добавить на средства гигиены. Это зубная паста, шампуни, гель для душа, мыло, в общем, полоскать рот. Ну где-то 3000 в месяц, чтобы все это, ну, такая постоянная трата, гигиена, так скажем, лица, тела, всего, это важно. Поэтому тоже 3000 прибавляем. Получается, ну, давайте округлим 2700 плюс 3. Ну, давайте в районе 5, скажем, за это все так, даже чуть в меньшую сторону, так, подешевле там даже, чем 3000 будем считать за это. Получается 5000 уже. Далее. Съем квартиры. Сейчас съем квартиры не дешевеет, даже, и вряд ли будет дешеветь, потому что людям нужны деньги. И поэтому сейчас датчик съем квартиры, это где-то 40 тысяч в месяц нормальной квартиры. Так как мы в одиночку это делать вряд ли будем, давайте поделим на 2, снимаем с кем-то в паре. Получается, 20 тысяч в месяц на съем квартиры мы еще тратим. Получается, 20000 плюс 5, 25 тысяч уже тратим. Далее мы смотрим цены на продукты. Они очень сильно выросли. Сейчас мы будем считать минимальную, так скажем, на день выделять в Москве, чтобы питаться нормально. Это где-то 1000 рублей. Чтобы завтрак, обед, ужин и какой-то перекус. Ну, так скажем, полноценный рацион. Чтобы он был еще более-менее разнообразным, чтобы там было и пилки, и все, в общем. И разные-разные полезные вещества были в нашей еде. Это нужно 1000 рублей в день примерно закладывать, чтобы еще продукты были качественные, к тому же. Умножаем 1000 на 30, получается 30 тысяч еще на еду. Итого у нас получается 30 тысяч на еду, 20 тысяч на съем квартиры и 5000 еще на суммарный проезд и средства гигиены. Итого у нас получается минималка уже сейчас после санкций 55 тысяч рублей в месяц, чтобы жить в Москве, так скажем, нормально. 55 тысяч для нормальной жизни в Москве сейчас должно хватить. Это если мы снимаем квартиру вдвоем. Если мы снимаем в одиночку, то это сразу не 55 тысяч рублей, а 75 тысяч рублей нам нужно. Если у нас есть где жить, то мы только тогда платим за коммунальные услуги. И получается, тогда у нас уже сразу можно 1000 за 40 жить в месяц. Если у вас есть квартира, вы можете жить тогда 1000 за 40 в месяц минимально. Потому что сейчас цены просто взлетают на все продукты. И вам может касаться, что 1000 рублей это типа очень много в день на еду. Но это уже обычные продукты сейчас суммарно на день вот столько стоят. Это не только одна гречка. Если вы будете есть одну гречку, воду и самые дешевые продукты, которые есть, красная цена, то может быть чуть меньше получится. Но мы говорим о продуктах более-менее такого неплохого качества. Поэтому 1000 рублей, скажем, минимально в день. Так что если хотите жить в Москве, готовьте 55 тысяч рублей минимум. Вот сейчас после санкций. И не факт, что это будет лучше потом. Потому что я снимаю сейчас, это у нас 14 марта. Еще экономика не рухнула до конца. Экономика летит, так скажем, вниз. И каждый день цены растут, растут, растут. Вот на сегодняшний день жить в Москве стоит 55 тысяч рублей. Фиксируем, запоминаем, учитываем это. И давайте держаться. Держаться, быть сильными. И стараться мыслить как-то оптимистично. Верить в какое-то будущее. Что оно будет хотя бы. Но если сейчас отчаяться, то тогда, я думаю, ваша жизнь совсем скатится в какой-то ад. Поэтому держитесь. Всем удачи и пока. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok